Всем привет, народ, с вами Филаор, и сегодня мы... Стоп, что-то не так. Всем привет, народ, с вами Филаор, и сегодня у меня день рождения, да! И самое главное, с днём рождения рыбка! Ты думала, я забыл о тебе? Сейчас все такие, что за рыбка, кто, о чём он говорит? И шифры, 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 специальные филаорские шифры. И сегодня у нас игра как раз об этом. Сегодня мы глянем на Reverse Falls Update. Да, пару лет назад я снимал уже видео по Reverse Falls, и тогда она ещё была в такой альфа-версии, а сейчас, наконец-то, вышла бедка. И что самое главное, она вышла на русском языке. На самом деле она вышла уже давно, просто я ждал, когда наконец-таки выйдет русский язык. Здесь сильно много слов, чтобы их переводить. И давайте мы его заценим! Тоби! Вот кто изменился за лето, так это ты. Как уже сказал шериф, эта фантастическая история, можно сказать, даже невозможная. Оу! Это такой русский язык! Ладно, давайте посмотрим. Но эксперты отметили, что в то время, как они все оставались целыми, большие куски их одежды... Большие куски их одежды были вырваны со следами, которые напоминают те самые укусы на платке мистера Скотта. У неё было имя Кэти. Что? Затем полиция нашла странные следы рядом с местом правонарушения. Но следы пропадают всего лишь через несколько шагов, тогда как следы жертв тянутся ещё несколько метров. Значит, это или монстр бродит в лесу, или это выдумка от твоих подростков? А? Что за херня? Всё будет... Всё будет решено! Что происходит? Какого хрена? Это же была Ноэль? Это была Ноэль! Это... Это была мать Гамбала! Причём здесь Ноэль? Ладно, хорошо. Это я могу ещё понять. Хе-хе. Молодарти. Да, Куткотив, кажется, ты снова выиграл. Я иду отсюда! Ладно, да, это было тупо. Чувак, я тебя полностью поднимаю. Что там вообще было? О боже, вы это видели? Я знаю. Я поверить не могу, что Уткотив это сказал. Она имеет в виду не кино, дорогой. О, да? Поверить не могу, что не прервали Уткотива ради новостей. Нет же, я имею в виду именно новости. Честно говоря, это ещё одна глупость, которую придумывают дети в эти три дня. Как вы можете винить их в этом? В чём? В том, что они дети? Их родителям должно быть стыдно за то, что они им не помогли вовремя остановиться. А сейчас доставай сладкое, дорогая, скоро начнётся следующий эпизод. Ну нет уж. Я считаю, что там в лесу может быть реальный монстр. А, теперь ты у нас исполняешь роль Диппера. Футболки Мэйбл. О, Пасифика. Это статистически невозможно. Давайте не будем судить их, ладно? Вы что, не видели укуса на их одежде? А что насчёт исчезающих следов? Как вы это объясните? Ну, я считаю, что это была самка Гризли. Они очень ответственно охраняют свою территорию. Особенно, если приблизиться к их медвежатам. А может это сделала их мать? Она выглядела просто ужасно. Стоп. Не я один увидел Ноэль, да? Какого хрена она вообще делает в вашем мире? Ну, как бы, да, она хуманизированная, все дела, но я видел эти ушки. Пара на экоушек уже делает этот мир странным. Так что, Пасифика, беги к соседям. Я надеюсь, она о них позаботится. Я надеюсь, что Шериф Блапс пошёл туда. О, мне интересно, как выглядит Шериф Блапс в этой версии. Все они довольно-таки анимешные, но согласитесь, графика здесь что надо. Мне нравится эта комиксоидность, то, что они обведены вот так чёрным, это прикольно. Бедный Тоби. Если что-нибудь случится с его усами, это будет конец. Но почему вы, родители, не можете признать, что там могло быть что-то странное, либо необъяснимое? Потому что твой папа прав, и он прямо сейчас перед нами. О, никак не дождусь, когда я смогу пойти с пацанами на наш ежегодный фестиваль койотов. И я это сказал просто так, чтобы разрядить обстановку. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. О, да, я хороший отец. Ничего, кроме природы, братства и добрых времён. А? Вы, родители, никогда не слушаете. Неправда, мы всегда слушаем. Вау. Ну, мы повторим, что ты всё-таки можешь ошибаться. Ммм. Сладенькая. Может, давай подарим ей тот подарочек, который мы нашли. О. О, да. Вау. Ну, мы хотели сохранить его до твоего дня рождения, Пасифика. Но я не знаю, как долго твой папа смог бы хранить эту тайну. О, я больше не могу ещё ждать. Вот он. Так. Открой его, дорогая. Скорее открой. Открой его. О, у неё тоже день рождения. Ага. Эй, мы нашли уже третий дневник. И всё, что я делал, это нажимал одну кнопку на клавиатуре. Да. Я сильно про для этой игры. Так, я думаю, мы и остальные дневники получим так же быстро. О, какие там существа. А, что это? То есть вы серьёзно купили дневник где-то, не до дня рождения? Я знаю, что он сейчас продаётся, но... Я не думал, что это прям, ну, такой мир. Так, листаем книжку и... О, да. Мы не уверены, но Зус нашёл это под досками. Несколько недель назад после того случая с сорняком. То есть вы нашли какую-то старую замшелую книгу под досками, под полом? И решили её подарить мне на день рождения? О, родители, вы такие заботливые. О, сразу видно, лучший отец. Я не могу допустить, чтобы тот сорняк уничтожил ещё одну жизнь. О чём ты? Мы сразу поняли, что должны дать его тебе, как только прочитали его. Я не понимаю вашу логику, но ладно, спасибо, родители. Я буду очень ценить эту старую книгу, которую мы нашли под полом. Твоя мать пытается сказать, что хоть мы не всегда с тобой согласны, мы всегда поддержим тебя и любим. Хотим, чтобы ты была счастливой. О, спасибо вам, я вас сильно люблю. Мы тебя тоже. Тебя любим? Да. То есть я не получу другой подарок на мой день рождения? Хороший вопрос, пасифика, хороший. Мне нравится, как улыбается твой батя в ответ. Серьёзно? Ребят! Да вы лучшие родители, что я вообще видел. О, следующая экскурсия должна была начаться несколько минут назад. Хм. Ты же знаешь своего папу. У нас нет времени, кроме... Времени обняться! Какая-то отходчивая пасифика. О, да. Но мы этого с вами не увидим. Мы можем это только представить. Ну, я, наверное, пойду. Я должна читать лекцию про... Запутанные частицы и невозможность путешествий во времени. Она, наверное, имеет в виду квантовую запутанность. Это... Кое-что погуглите, это интересная тема. Они называются не запутанные частицы, а я не слышал по такому понятию. Это именно квантовая запутанность. Так что можете загуглить, и это довольно интересно. И сколько людей приходит? Ааа. Ну, немного, но бесплатное печенье всегда куда-то пропадает. А ты рубишь фишку? Если бы в нашем универе заманивали студентов печеньками, я бы, может, чуть почаще ходил. Не, я... Я старался не прогуливать, нет. Но я бы мог чуть почаще ходить. Ну, вы поняли. Вау. Я не буду там слишком долго. Пока, мам! Ты еще что-то хочешь сказать, нет? И еще, пасифика, не создавай слишком много проблем, пока меня не будет. Скаут с честью скаута. Так, ладно, давайте разглядим дневник. Ну, очень странная книга. Интересно, кто мог написать ее? Да, и очень странный подарок. Проклятье. Имя автора вырвано. Может быть, Зус может сказать мне что-то еще про этот дневник? Зус выпрыгивает из-за стола? А что ты делал под столом, Зус? Просто это выглядит немного странно, учитывая то, что на кухне были только я и моя мама. Что ты делал под столом? Ладно, это немного крипово. Меня кто-нибудь звал? Зус! Что ты там вообще делал? Да, да, Зус, ну-ка, что ты ответишь, маленький извращенец? А, ну, я очистил пыль, узнавал секреты, подключал кабели. Множество задач. А что ты делал, когда нашел эту вещь? О, это была странная находка. Ну, обычно я нахожу мумии или крыс, но это находка особенная. Как думаешь, что это? Ну, книга, очевидно. Ну, он выглядит слишком научным и сложным, дабы быть выдумкой какого-то подростка. Подростков, знаешь ли, богатая фантазия. Не оскорбляй подростков, ты сама подросток. Это точно не похоже на любую книгу, которую только мне читала бабушка. Да, мы знаем, что Зус имеет испанские корни, и у него, окей, каламур так каламур. Что есть, ты думаешь? А что, если это реальная книга про неизвестных и магических существ? Если это так, то, ну, это круто-чувиха. О-о-о-о, у меня уже есть выбор. Ладно, давайте... Оба родни вампиры звучат слишком скучно. Давайте попробуем вендига. Так, листаем страницу. Шарк, 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 шарк. Посмотри, Зус. О-о-о, выглядит как олень, но с человеческими пальцами это как-то дико. Ну, да, знаешь, там ведь олени соединились с человеком, все дела. Ой, вот глава про вендига. Тут сказано, что они проклятие души, которые едят людей, дабы удовлетворить голод. Чаще всего в лесу. Ну да, это было бы странно, если бы они выходили на квартиру со своими услугами. Хотя было бы прикольно увидеть объявление, типа, мы едим соседей. Мне бы такое пригодилось. О-о-о, сосед сверху. Я тебе все припомню. Зус, а если это этот вендига напал на двоих людей сегодня утром? А, ну, не, я так не думаю. Наверняка это была их мать. Она выглядит, как обожженная картошка. Да нет, это была точно не она. Ну, не знаю, чувака. Мой живот говорит нет, но твое лицо говорит да. Это же типичная пикаперская фраза, Зус. Не, ну ты здесь выглядишь, конечно, посимпатичнее, но вот именно та рисовка Зуса, которая была в сериале, она олицетворяла всего Зуса. Вы только посмотрите на его взгляд. Это взгляд человеку, у которого есть гениальная идея. Либо нет мысли вообще. Тут только одно из двух. Ну, нет, мне нужны доказательства. Эй, возможно, если бы я смогла его споймать и потом показать его всем и доказать, что это возможно. Это было бы круто. О, да, но вендига же должны быть суперопасными и все такое. А, ну да, ну да, я забыла об этом. Давай посмотрим. Так, слабости, слабости, где же слабости? А, вот, тут сказано, что они уязвимы к огню и серебру. Вау, они могут гореть. Да, чувиха, это офигенно. Скорее, Зус, принеси мне паяльник. А, принести паяльник в руки ребенка. Нет, здесь совершенно нет ничего странного. Не, я не могу. А, понимаешь, моя бабушка забрала у меня все паяльники после случая со злым канавилом. Со злым канавилом? Я чего-то такого не припомню в сериале. Ммм. Ну, у меня есть несколько пломб в зубах. Они могут быть серебряными. Хм. Иди здесь. Мы будем стрелять из дробовика твоими пломбами. Я взяла серебряное зеркало дедушке. Думаешь, оно сработает? О, ну, правильно мыслишь. Если вампир его сломают, то будет терпеть 7 лет неудач. Хорошая стратегия. Хм. Идеальная тактика. Так, у нас есть серебряное зеркало. Отлично. Что? Всего лишь несколько пятен крови не должны... Они не должны сильно понижать его стоимость? А, я не понимаю, при чем здесь это примечание? Учитывая, что, ну, вы его не продавать идете. Прекрасно. Теперь нужно взять воду и еду. И я, пасифика саунист, охотник на монстров, выйду на сцену. Саунист? А, ну да, ну да, ну да. Она была норд-вест, северо-запад. А сейчас она юго-восток. Саунист. А, саунист, понял, да. Ну, чувак, тут в названии игры написано «Reverse Falls». Естественно, здесь будет все наоборот. Поэтому у нас здесь пасифика, которая Мейбл, которая Диппер. Ну, естественно, у нее... Наверное, Гедеон появится после. Наверное, она с ним сейчас познакомится. Ну, давайте посмотрим. Я сам это сделаю. Что? Может быть, Зус является каким-нибудь призраком? Тебе бы надо как-то это дело расследовать, учитывая, что Зус то появляется, то исчезает из-под пола. Может, он человек-крот? А что, было бы прикольно. Спасибо, Зус. Возможно, я бы попросила у Робби гоу-карт, и благодаря этому смогу осмотреть большую территорию. Наверное, они это имели в виду? Ха-ха-ха. Очевидная лачуга. Очевидная хижина. Окей. Ну, я... Если в мистической хижине не было так много народу, то в... Обычной хижине явно не будет. Что вообще их фишка? Я понимаю, что здесь должно всё наоборот, но... В чём фишка этого заведения, если это обычная хижина? Если они не торгуют ничем паранормальным? Зачем они вообще здесь? Привет, Робби. Привет, Пасифика. Что делала этим утром? Хо-хо-хо. Он такой... Альфа-самец. Ничего себе. Приключения. Ммм, хорошо-хорошо. Приключения. Ээээ... Эээ... Эээ... Пасифика, тебя заглючило? Приключения! Что? Что с тобой такое? Ты меня напрягаешь. Ты вообще смотрел утренние новости. О, ты про ту мистику, что творится у нас в лесу? Да, я прочитала книгу, которую мне дали родители, и думаю, что это Вендиго нападает на людей. Что такое Вендиго? О? Ну, это большой страшный монстр, который ест людей. Вау, ты сейчас описала примерно половину всех монстров, а может даже процентов 70. Таня... Да-да, и я иду его ловить. О, а про это знают твои родители? Хм... Ну, мы смотрели новости вместе, и они мне доверяют, так что... Но если я его поймаю и приведу, они должны мне поверить. Хм... Не хочу тебя огорчать, но... Как ты собираешься его ловить? Вау... В неке сказано, что они уязвимы к серебру. Ну, и это значит... Хм... Круто! Ты... Отразишь его в зеркале! Хорошая стратегия! Ха-ха-ха! Ну, удачи тебе! А, спасибо! Да-а-а, она явно не в себе. И это... Попробуй остаться там целой, хорошо? Вау... Ну, вообще-то, Робби, я бы хотела взять у тебя го-карт и... Знаешь, лес очень большой, и хотелось бы осмотреть большую территорию с каким-нибудь транспортом. Вау... Ха-ха, господи, блин, это же не игрушка. Я бы не хотел, чтобы с тобой что-то случилось. Хм... Твои родители убили бы меня, если бы с тобой что-то произошло. Тем более, мы все еще не уверены, правда это или миф. Ну... И если она его сломает, то я буду за это платить. Как минимум два года. Так что нет. Да ну, Робби, я не поймаю вампира, если у меня не будет... Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Стоп. Мы ловим Вендига. Вы... Я... Вы видели, что я выбрал Вендига? Либо это косяк перевода, либо что? Ладно, допустим, это будет Вендига. Вы не видели вампира? Стерить себе память. Ооо... 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 Стесняшка. С офигительным голосом. Пошла отсюда, Хамка. И... Что такая прекрасная девушка, как ты, делает тут, в обычном месте? Ну... Я иду с Тэмсоном на шопинг. Оооо... Здесь она сучка. Не... Робби... 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 Робби был нормальным. Окей? Он был депрессивным, но он не был мудаком. Он просто был депрессивным парнем, который не разобрался в себе. А здесь Венди ведёт себя, как мудак! Венди! Не... Мне нрав... Мне нравится твой дизайн, Венди, но... Но ты не должна себя вести, как сучка. Особенно с Робби. Который пишется через 2б. А? Ээ... Что? Эээээээй! Слушай, тебе ведь только что заплатили, верно? Все что мне надо это, ну... Бенджимен... Да-да-да-дах... Да-да-дах, да-дах, мы знаем... Ваа... Ну... Так я ожидал тебе денег ещё вчера! Что случилось с ними? а то были деньги на еду чувак а эти на купальник что ты потратила 70 долларов на еду за один день вот она и появилась вендига детка ты думаешь совсем не про то не венди здесь мерзкая что совершенно не сочетается с ее внешним видом я не хочу ненавидеть ну эту венди я не хочу ненавидеть любую венди понимаешь пальник хочешь меня в нем увидеть и ты же понимаешь что если я его не куплю что я одену в бассейн ну может быть свой старый купальник думай за себя хамло это совершенно не похоже на соблазнительный взгляд вообще не похоже понимаешь что старое барахло мне больше не подходит я кое-где выросла знаешь ли и я боюсь что пока меня не будет с тобой может что-то случится это это типа угроза мне ты же не хотел чтобы с тобой что-то случилось то есть она ему сейчас реально угрожает и робина это реально ведется что вообще происходит в этой вселенной это какие-то нездоровые отношения это даже отношениями назвать нельзя это вообще что-то странное нет робби робби нет чувак ты достоин лучшего мама можешь идти купить купальник спасибо чувак я в тебе не сомневалась ну блин ну хотя бы в щеку ну можно было хотя бы в щеку и темс я достала деньги пошли не жалко робби я жалко робби не понимаю почему ты позволяющий вести себя так с тобой даже просто использовать тебя купальник робби 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 нет он совсем не альфа хотя я бы хотела это посмотреть но где хорошо я тогда просто возьму их да да давай да ей и куда мы теперь поедем ногу карте хотя помнится в оригинальном сериале нам ничто не помешало взять этот go-kart просто так хотя возможно это потому что мы были прямой досягаемость магазина но с этого начала с первой серии подожди стоп а баба 100 погоди что за сделал у нас дома и что самое очевидное что за сделает обычной хижине я понимаю что может быть работ дать но почему он работает одновременно у нас дома и это как-то ненормально зус зус я что-то тебе не знаю я принес тебе куриный бургер спасибо чувак и еще я запаковал немного соуса табаско дабы ты ела горячий бургер и не сожгла вендиго на месте ну выбор за тобой спасибо за зус ты лучший данный проблем человеком для меня это легко мысли зус зус езжай со мной мне девять лет я еду в лес ногу карте зус ладно очевидно мы сильно взрослая независимая я не знаю ну наверное я пойду береги семендиго я иду так друга робби так секунду еще сделал а с рабочего места уходить и на этом артер кончился ладно ладно а бат бат это отец гидеона идиот мой пацан ты или ты сейчас же идешь сюда или вообще не приходишь да иду иду и это вы называете домом я бы сказал это трейлер а вот ты где ты одна огромная заноза в заднице да 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 как 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 очевидным пацан если ты еще раз так сделаешь ты пожалеешь об этом да сэр как-то лучше а теперь скажи что ты сделал отцовская логика смысле а ты опять а ну ка погоди а я прости уэл не мне говори о твоей матери которая тебя вынашивала 12 месяцев а обычно же для этого хватает 9 да но ты ленивая заноза в заднице что ждал еще три месяца прежде чем захотел вылезти наружу в чем меня обвиняют эй мой глаз сейчас загорится огнем и ты познаешь плохое время чувак так что не вы ебывайся передо мной ну прости что тогда и меня ругаешь просто из-за того что я долго шел из своей комнаты серьезно и что здесь происходит так все-таки что ты сделал с моим монтажным пистолетом бой твоим чем бой мой смонтированный мальчик переводчик что с тобой не так мой недалекий сын мне нужен для него другой клей чтобы монтажный пистолет мог работать а ты хочешь сказать что старый клей был плохим наконец-то наш тугадум понял а ты про что подумал я вообще не врубаешь что от тебя хочет отец гидон гидон я все сказал я повторять не буду меня блин хочешь бат слышь ты как бы по придержи коней понятно реверс фоллс это не просто мир наоборот это мир мудаков где очевидно все мудаки ладно будем в этом деле выживать и находить вендиго как знать вендиго окажется пушистым и с рогами и он будет с розового оттенка и раздавать на хэллоуин людям конфеты продолжение этого ролика выйдет буквально через полчаса поэтому увидимся народ пока